Девушки отдыхают Студент Рабинович, вам на троечку дополнительно задать один трудный вопрос или два легких? Один трудный. Тогда так. Где впервые на земле появились обезьяны? В Одессе на привозе, профессор. Где? Да почему же? А это уже второй вопрос. Сидя на родительском собрании, еврейская мама написала на парте. Йося, если ты завтра придешь в школу живой и прочитаешь это, считай, тебе крупно повезло. В дверях квартиры Шапира торчала записка. Респект и уважуха. Открыть не смогли. Молодой человек, купите розы для своей жены. Я не женат. Тогда купите невесте. У меня нет невесты. Ну так купите на радостях, шо вы имеете такую спокойную жизнь. Помоги мне, Господи. Есть таки нечего. Жить не ночта. Ни рубля в кармане. Голос с неба. Не ври, Изя. Шо? Доллары менять? Старик Рыбинович при смерти. Его родные, собравшиеся у смертного одра, уже в двадцатый раз поправляют ему подушку или прощупывают пульс. Внезапно умирающий приподнимается на подушках. Свои деньги вы таки получите. Но подгонять себя я не позволю. Алло, Софочка, доброго вечера. Чем занимаешься? Я тебя умоляю. Чем может заниматься порядочная замужняя женщина в десять часов вечера? Сижу, ем. Моня, я купил себе безумно дорогие туфли. Ты себе это не представляешь. Они даже жмут приятно. Чай в Бердичеве заваривают не больше семи раз. Потому что на восьмое чаинки всплывают, чтобы поглядеть на этого жмота. Абрам открыл магазин, в котором продаются барабаны, ружья и гробы. Сосед ему говорит. Идиотски у тебя какой-то набор товаров. Это как сказать. Позавчера я продал барабан, вчера ружье, а сегодня гроб.